Здравствуйте! В эфире программа «Слово Церкви», в которой на ваши вопросы отвечают священнослужители Курской митрополии. Вопрос от Людмилы. Что означает сложенные руки на груди, когда подходим к причастию, когда просим батюшку благословить, ладони скрещиваем и у усопших скрещенные руки на груди. Что означают скрещенные руки? Вот такой, наверное, вопрос, если в разных ситуациях они скрещиваются по-разному. Скрещенные руки означают то, что мы в это время упраздняемся от всяких дел различных. Всякое житейское мы отложили по печенью. Для нас важно только причастие. И поэтому, когда мы идем к причастию, мы крестообразно их сложили. Когда человек умирает и скрещивает руки, он уже почил от всех дел своих на этой земле. То есть, все, ему уже больше на земле ничего он уже делать не может и не обязан. Он свободен. И скрещенные руки на такой лодочкой, когда мы берем благословение у священника, тоже означают, что мы в этот момент, так сказать, замерли и со вниманием готовы принять ту благодать, которую нам Господь и зальет. Вот. И надо, чтобы эти вот наши руки были не дырявым друшлаком. Да. А вот так вот были аккуратно сложены, чтобы мы им не жестикулировали лишний раз. Вот так, что такие вот скрещенные руки означают упразднение от дел житейских. Следующий вопрос от Натальи. Раньше на кладбищах ставили кресты, сейчас памятники. Как правильно? Ну, я думаю, что можно ставить крест в виде памятника, памятник в виде креста. Вот так. Потому что крест могильный холм, он напоминает нам о усопших людях. Там часто написано имя, мы можем подойти, помолиться. Даже мы, если лично не знали этого человека, но что-то о нем слышали, то мы можем помолиться. Ведь многие путешественники, паломники, вот я к таким, к такого рода путешественникам как раз принадлежу, которые любят посещать кладбище в разных городах и селах. Потому что кладбище это самая такая порой большая улица в этом населенном пункте или большой там микрорайон, проспект целый. Там хранится история этого города, там люди, которые этот город или это село создавали, творили. Поэтому крест на могиле, он говорит о том, что здесь захоронен христианин, он верует в воскресение мертвых. Вот. И поэтому крест может быть либо деревянный, ну мы знаем, что дерево, оно ветшает гораздо быстрее, особенно сосна. Вот. Поэтому часто вот сосновые кресты, если они поставлены вскоре после смерти, они приходят в негодность и могут упасть. За ними нужно следить. Дубовый крест, он понадежнее, но можно заменить и каменным, можно мраморным крестом заменить. Да. Ну, в любом случае должен быть только крест, говорящий о том, что лежащий здесь веровал во Христа и верует в воскресение мертвых. Вопрос от Марины. Надо ли занавешивать зеркала, когда в доме покойник? Кто-то говорит предрассудки, кто-то боится, но мало кто знает, как правильно делать. Да, этот вопрос меня самого долгое время мучил. И порой даже такая традиция занавешивать зеркала вызывала какое-то недоумение, и иногда она доходила даже до абсурда. Ну, в частности, были как-то похороны, на которых все смотровые зеркала в машинах были завязаны платками. То есть, а машины-то двигались, ехали на кладбище, и, соответственно, это увеличивало риск аварийности. Вот нужно ли завешивать там уж совсем все зеркала? Вероятно, эта традиция возникла тогда, когда зеркала были роскошью, и они имелись там не во всяком доме. И к зеркалам подходили для того, чтобы прихорашиваться, чтобы выглядеть хорошо, так сказать, наводить прическу и прочее, прочее. Вот поэтому, конечно же, время траура, когда кто-то у нас умирает, это не время проводить там на макияже по полтора, по два часа. То есть, тогда лучше уж, если уж смущают зеркала, лучше их завесить, наверное. Но обязательно закрывать все зеркала, наверное, не стоит. Не стоит. Вопрос от Ольги. Скажите, как научиться смиряться, когда тебя обижают и делают тебе больно? Кто-то из афонских святых предупреждал, что если вы просите смирения, то будьте готовы к тому, что вас как раз обидят и сделают вам больно. Если вы просите смирения, терпения, они как раз вот в таких вот ситуациях. Поэтому, наверное, лучше не просить в чистом виде, наверное, так вот смирения, а просто, когда вдруг в жизни нас обижают или причиняют нам боль, вот в этот момент как раз вот и просить молитвенно, чтобы Господь нас укрепил, и мы становились немножко, так сказать, сильнее, перенеся этот опыт. Ведь действительно, когда мы не отомстили кому-то, ведь не то, что так мы проявили слабость, наоборот, как раз вот это делает нас сильнее. Вот, понимая, будет гораздо легче вот как-то спокойно реагировать на обиды и на боль. Вопрос от Марии. Как выбрать духовника? Да. У каждого ли человека, посещающего храм, он должен быть? У каждого, кто идет по духовному пути, конечно же, должен быть наставник. Нужно, необходимо на кого-то ориентироваться. Иногда бывает достаточно просто хорошего крестного или крестной, да, который может подсказать на каком-то этапе. Вот. Потом нужен более духовно опытный человек. Это может быть приходской священник, может быть, священник, живущий где-то подальше, которого мы посещаем, так сказать, в каком-то, может быть, и монастыре. Ну, духовник, важно держать связь с духовником и какие-то... Не делать духовником самого себя только лишь, только лишь своими представлениями. То есть, понимая, духовник нам помогает понять собственное несовершенство. Несовершенство, несовершенство. Вот. Наставник как раз вот для этого нужен. Иногда просто для того, чтобы взглянуть на себя со стороны. Поэтому хорошо, если он... Лучше, если он естественно появляется в нашей жизни. Вот говорит... Есть же фраза такая замечательная, что учитель появляется тогда, когда готов ученик. Если мы готовы, вот тогда Господь нам пошлет такого наставника, который нам скажет то, что нам нужно. Иногда бывает даже, что наставником какое-то наставление мы можем получить и от ребенка, который нам напомнит что-то, порой нами сказанное же, вот, или просто случайный человек на улице. Может быть, сказать какую-то фразу, которой нам как раз вот не хватало для того, чтобы не совершить ошибку. Вопрос от Анны. Может ли духовник отказаться от своего духовного чада? Если да, то по каким причинам? Ну, отношения духовника и духовного чада, это все-таки отношения неформальные, наверное, да? Если духовное чадо не слушается, да, не выполняет, не прислушивается вообще, ну, тогда можно сказать, что, так сказать, этой связи уже и нет. она уже распалась. Поэтому, наверное, так сказать, вот духовник может сказать, что подумай хорошенько, я тебе нужен или нет. Вот. И лучше по пустякам, так сказать, не беспокой, наверное, да, вот так. Вот. Иногда... Так что вполне, вполне, наверное, возможно. Иногда духовник может и сам как-то пасть, да, тоже же, он тоже живой человек, он тоже находится в пути, он не безгрешен. И тогда имеет смысл, может быть, даже и поменять духовника. Такое, к сожалению, такие трагедии, кораблекрушения веры, такие, к сожалению, случаются. Вопрос. Слышала, что если человек утаивает хоть один грех на исповеди, то вся исповедь считается недействительной, и остальные исповеданные грехи не простятся. Так ли это? Не совсем так. Исповеданные от сердца грехи прощаются, конечно же. Но тот грех, который не исповедан, он оставляет в нашем кораблике дырочку, и когда мы снова выплываем в Житейское море, в эту дырочку начинает поступать вода, и мы снова погружаемся в пучину, в другие грехи. И поэтому, конечно же, вот нужно использовать возможность исповеди, чтобы исповедаться во всех грехах, ничего не оставляя на потом, на порции. Нельзя грехи делить на порции. Нужно от всех их избавиться, потому что оставшийся грех, он имеет свойство быстро утяжелять наше сердце и привлекать другие грехи, порой тяжелейшие, чем те, которые остались. Следующий вопрос от Михаила. Кому и как молиться, когда одолевает злоба, ненависть и вражда? Конечной точкой всех наших молитв, конечно же, является сам Господь. Мы к Нему обращаемся. Но, конечно же, мы просим молитвенной помощи и святых, Богородицы и святых. И, в частности, в такой ситуации, когда нас борет злоба, ненависть, когда мы выходим из себя и оправдываем себя, что как же иначе, как же тут не вспылить, когда вот такая ситуация жизненная. Тут только надо ударить кулаком по столу. Вот здесь можно вспомнить царя Давида, псалмопевца, и всю кротость его. Можно обратиться к нему. Он в своей жизни достаточно много претерпел от неуравновешенного своего тестя, Саула, который в него метал и копья, и гонялся за ним. А Давид все кротко переносил. И даже когда Саул был в его руках, и он мог свести с ним счеты, отомстить, что называется, Давид не воспользовался этой возможностью. Вот поэтому, конечно, вот мы можем брать пример с Давида и просить его молитвенной помощи. Ну и, конечно же, наверное, и новомучеников тоже можно просить о том, чтобы нас вот злоба и вражда не одолевали. Новомученики, святые 20 века, они жили в условиях, когда за свою веру им приходилось страдать, вот, и у них была масса поводов для обид, для мести, но они не мстили. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за ваши вопросы, ждем новых, вы их можете задать по тому адресу, который сейчас видите на экране. призываю Божьи благословения на ваши добрые дела и благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин